Сегодня отличная прохладная погода. Максим Максимович вон роет. Пришли мы опять издалека, пешком. Даже лисичка попалась навстречу. И первая монетка сегодня. Три копейки, 1937 год. Может быть редкой. Вот так вот. Максим Максимович кольцо выкопал какое-то. Я думаю ничего. Вечерочек должен быть. Максим Максимович кольцо выкопал. Колечко-то какое шикарное. Вообще шикардос. Чуть не упала. Да нет, она просто в твою руку ходить не хочет. Я забыл свои прелести снять. Кусочек креста. Жаль, что не целый. Сегодня на Руси очень ветрено. Вчера было очень тучно. На встречу нам вчера попалась. Вон там большая лиса сидящая к нам с жопой. Это пропустит мои выражения Ютуба. И, соответственно, находок не было. Ну, второй выходной день. Вчера был печальный выход. И вот какой-то непонятный медный блинчик. Первая находка. Лисы сегодня не было. И в прошлый раз была найдена пломба. И сейчас вторая пломба. Первая пломба была чего-то там сахар. Тра-та-та. Здесь вообще пока ничего не понятно, что это такое пломба. Максим Максимович родит вдоль тех кустов. Говорит, что нашел монетку. Максим Максимович где-то вот там роет. Я пробрался через эти вот чащи. Вот. И... Аллилуйя! Старинная ложка. Вот так вот. Хе-хе. Царское серебро. Уху. Вот это да. Надо здесь полазить. Без очков ей сделать нечего. Определенно. Вот такая вот классная ложечка. Сейчас я ее вытру и в карманчик положу. Ха-ха-ха. На Руси сегодня ну очень шквалистый ветер. Максим Максимович уже добыл две царские монеты. А у меня пуговица, как мне кажется, с надписью то ли 13, то ли, ну, похоже, похоже на царскую пуговку. Вот так вот. На Руси пока погода вот такая вот. Реновации коснулись не только москвичей и жителей столицы, но и отдаленных участков России. И лисы. Надеюсь, мохнатик не выбежит оттуда. Хе-хе. Вот так вот. Вырвала себе дом здесь. Вот в этом склоне. Вот и рыжик. Максим Максим, чего нароет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова